Всем привет! Сегодня поучимся как разбивать большие файлы, архивировать в маленькие при помощи архиваторов. Мне нравится архиватор 7.z. Он позволяет делать многотонные архивы. Вот смотрите, допустим у меня имеется файлик. Вот здесь я папочку открою, будет понятнее. Рабочий стол. Вот имеется файлик 3.5 гигабайта. Причем, значит, файл большой и на файлообменнике, значит, на блока он грузится не очень хорошо. И иногда я делаю вот что. Создать папку. Вот назову ее 7.z по названию архиватора. Вот смотрите. Копировать. Захожу в папочку и все дальнейшие действия будем делать в этой папочке. Вставить. Создать архив. Значит, вот другие параметры. И тут, значит, есть разделить тома на размеры. А вот если я пойду, допустим, сюда. Эта опция отпадает. Тарзе тоже нет. То есть не каждая программа может похвастаться разбиением файла на архивы. Тут только пароль можно воткнуть. А вот семерочка.z. Вот. Он позволяет, значит, делать тома. Ну, 3.5. Ну и давайте 350 тогда ему там дадим. И пусть он, значит, создает эти архивы. Все, теперь просто ждем. Итак, создание, значит, разбиение из образа размером 3.5 гигабайта шло довольно-таки долго. Где-то минут там 15-20. Я не скажу, что у меня уже компьютер там совсем слабенький. Скажем так, средней руки. Но, тем не менее, вот в конце концов образ был создан. Разбит. И это получилось как раз вот 10 файликов. Вот я сейчас ради, как говорится, эксперимента. Вот я удаляю, значит, сам образ по себе. Например, вы зашли куда-нибудь там на кладовочку. Ну вот, допустим, там на mail.ru ко мне или что-нибудь там я вам оставил. Вот здесь пока еще не закачано ничего. Но, когда увидели, что там все закачано там. Взяли, значит, скачали все эти файлики. И, значит, вот перед вами, значит, задача. Теперь их вам нужно распаковать. Вот встаем на самый первый файлик. Вот под номером 01. Правой кнопкой извлечь сюда. И вот пусть он спокойненько это дело распаковывает. Ну и так, распаковка архива завершена. Вот он в папочке находится семерка Z. Вот этот файлик размером 3,5 гигабайта. Ну а теперь мы просто-напросто возьмем его и проверим. Сейчас я этот файлик подключу. Вот, смотрите, рабочий стол. Вот папочка семерка Z. Вот я открываю этот файлик. Ну и запускаю его. Ну уж если менюшка появилась, то это уже шанс, что образ распакован правильно и загрузится. Нажмем Enter и подождем загрузки. Такое. Ценомон. Выбор по умолчанию. Ценомон в режиме программного рендеринга. Я выбираю по умолчанию. Ставлю пароль единичку. И нажимаю Enter. Ну вот, образ загрузился. Это говорит о том, что образ был, значит, и упакован правильно, и скачен правильно, и распакован правильно. Вот таким вот образом, значит, могу вам порекомендовать, что существует много самых разных архиваторов. Ну вот, только немногие из них обладают функцией создания, скажем так, многотомных архивов. Вот. Семерка назад в линоксе входит в стандартный набор упаковщиков, распаковщиков. Поэтому, значит, вот как один из вариантов могу его вам рекомендовать. Ну ладно. Всем всего доброго и до новых встреч. Давайте. Хорошо. Поехали.